Здравствуйте, уважаемые слушатели! Представляется вам лекция по дисциплине «Государственное регулирование экономики». Тема «Понятие, задачи и необходимость государственного регулирования экономики». Путь первый. Несовершенство рынка и необходимость государственного регулирования экономики. Второй пункт. Социально-экономические цели в госрегулировании экономики. Третий пункт. Субъекты и объекты в госрегулировании экономики. Четвертый пункт. Экономические функции государства. Пятый пункт. Основные научные направления по вопросам о роли и необходимости государственного регулирования экономики. Пункт 1. Государственное регулирование экономики в современных условиях является основной частью процесса воспроизводства. Конкретные направления, формы, масштабы ГРЭД определяются характером и остротой экономических и социальных проблем в той или иной стране в конкретный период. Пункт 2. Объективная возможность после регулирования экономики появляется в достижении определенного уровня экономического развития, концентрации производства и капитала. Необходимость, превращая всю эту возможность в действительность, заключается в нарастании проблем, трудностей, с которыми призвано справиться после регулирования экономики. Анализ этих и других определений показывает, что в них содержится рациональная попытка отразить в нем наиболее существенные характеристики этого процесса, его объекты и субъекты, цели и методы и инструменты регулирования. Однако ключевое слово этих определений «мешательства» многими авторами воспринимается критически. Слово «мешательство» вызывает представление о вмешательстве одной самостоятельной системы, то есть государству, другую. Поэтому ряд экономистов считают государство не внешней средой, а составной частью современной экономики. Разумеется, в любом определении сущности какого-либо понятия невозможно полностью отразить всем на образе его аспекта, конкретный форма реализации и функционирования. Но все же в самом общем виде оно должно ввести хотя бы самые важные признаки этого процесса. Субъекты, объекты, цельные установки и инструменты регулирования. Поэтому этот сложный многогранный процесс возрегулирования можно привели как систему государственных мер прямого и опосредованного воздействия государственными управленческими органами на поведение хозяйственных субъектов и социально-экономических образований в целях сбалансированного и стабильного развития экономики и приспособления ее к изменяющимся внутренним и внешним условиям. Второй пункт – социально-экономические цели. Гостребулирование экономики предполагает постановку и достижение определенных целей. Мировая история свидетельствует, что развитие общества – это одновременное решение множества разнообразных задач. Чтобы справиться со всеми комплексом проблем, необходимо их осознанно и четко инструктировать. На глобальном уровне следует выявить основную, высшую цель развития экономики. В любой стране она должна сводиться к достижению максимального благосостояния всего общества. Кроме основной цели существует свободность главных целей с комитетом социального устройства, свободное развитие общества и проводной порядок. Решение выше приведенных целей подсеркнут только самому государству и только оно является гарантным носителем интересов всего общества. Поэтому главным и единственным субъектом государства регулирования является государство в лице своих управленческих органов. Объектом регулирования в широком смысле является вся национальная экономика в совокупности со всеми ее отраслями и сферами, со всеми происходящими в ней экономическими процессами. Однако каждый конкретный исторический этап движения экономики проявляет свои слабые изменения или узкие места, которые могут выступить конкретными объектами регулированиями. Допуская известную условность, можно представить экономику как в вертикальных, так и в горизонтальных разрезах. В вертикальном разрезе могут быть представлены отрасли сферы материального и нематериального производства с соседним наобразием субъектов, функционирующих в них, а в горизонтальном все экономические процессы и явления, охватывающиеся экономикой. Формирование и распределение доходов финансов и кредитные, деятельные процессы и отношения, инфляция, бездомоинство, прополизация, инвестиции и другие. Состояние вертикальных и горизонтальных объектов может определяться действием и саморегулирующих рыночных механизмов и системы сознательно направленных государственных мер. В вертикальном разрезе может формироваться неоптимальная структура общественного производства, усиление развития одних технических, экономических и отставания других отраслей, таких как социально-генематериальные сферы, некомкорректноспособные и не обеспечивающие достаточно прибыли, но необходимы для отношений в стране отрасли производства, таких как производство общественных товаров, обороны, правопорядок, наука, охрана, памятника культуры и т.д. В корректарном распределении даже производят негативные воздействия, неравномерное распределение доходов, резкая деференциация общества, инфляция и расстройство финансовой системы, сокращение конкуренции среды и т.д. Вся трудность в госрегулировании экономики состоит в том, чтобы, во-первых, найти оптимальную меру соотношения рыночных и государственных вычерков воздействия на объект, тогда как сам объект регулирования изменчив, непостоянен и приходящий. И, во-вторых, своевременно и правильно определить в этом длинно-развивающем организме, каким является экономика, то больное и слабое звено, которое затрудняет его движение, и помочь его сознательно выработанными государственными мерами. Пункт 4. Экономические функции государства Экономическая роль государства в любом обществе реализуется через совокупность конкретных функций. Как и роль государства, так и выполнять им функции бывают разными не только в разных моделях взаимоотношений государства и экономики, но и в разных, равных одной модели, но с различными конкретно историческими условиями разных стран. Независимо от специфики экономического, культурного, национального и исторического развития разных стран, в которых более или менее успешно функционируют смешно и тонненько, экономическое роль государства в них может быть представлена следующими важнейшими функциями. Это разработка хозяйственного законодательства, обеспечение правовой базы и социального климата. Далее. Обеспечение свободы предпринимательства. Перераспределение доходов и богатства с целью обеспечения социальных гарантий и защиты нуждающих людей групп населения. Корректирование и распределение ресурсов с целью изменить структуру национальной экономики в соответствии с изменяющими внешними и внутренними условиями. Стабилизация экономики в условиях колебания экономической конъюнктуры. Осуществление предпринимательской деятельности в сферах, где это невыгодно частному капиталу. Контроль за внешнеэкономической деятельностью, включая организацию доможенной системы. Обеспечение охраны окружающей среды, регулирование использования невоспроизводимых природных ресурсов. Все эти функции, с одной стороны, направлены на поддержание и облегчение функционирования обычной системы. А с другой, корректировку и модификацию действия этой системы, включая нейтрализацию ее дегативных сторон. Поэтому мы можем рассмотреть некоторые недостатки в госрегулировании экономики. Дискуссионность и неоднозначность понимания места и роли государства в организации экономической жизни общества во многом обусловлена определенными недостатками, выявленными экономистами в самом процессе госрегулирования. Это наличие определенных административных издержек по организации и осуществлению ее регулирования. Сужение сферы действия рыночных отношений, ведущих наиболее эффективному использованию производственных ресурсов. Нарушение принципов рыночного становления связей между хозяйствующими субъектами. И пятый пункт. Рассмотрим основные научные направления по вопросам и роли необходимости в госрегулировании экономики. Рассмотрим положение, роли государства в учении меркантилистов. В период формирования рыночных отношений в 17-18 веках господствующая экономическая доктрина меркантилизм основывалась на признании безусловной необходимости государственного регулирования для развития в стране торговли и промышленности. При этом различают ранний и поздний меркантилизм. Дальше с развитием исторических процессов просмотрим идеи экономического регулирования. Применитель окончательной экономики идеи экономического регулирования впервые наиболее полно обосновал Адам Смит. Центральная идея учения Смита состоит в утверждении, согласно которому взаимодействие личного и общественного интереса будет оптимальным при отсутствии государственного вмешательства в этот процесс. При том, что функция регулирования будет осуществляться невидимой рукой рыночных сил. Однозначно взаимосвязи и взаимосвязи категории спроса, предложения, конкуренции, рыночной и действительности Смит создал модель, назвав современной экономической теории, рынков совершенной конкуренции. Последователям Адам Смита относят в так называемой классической школе, связанной с именами Риканда, Сея, Миля и Маршала. Следующая теория регулирования рынка Джона Кейнса. Кейнса вошла, как известно, в жизнь в 30-х годах 20-го века, когда в ответ на потребности медикой депрессии, отмечает Кейнс, комплектовал свою знаменитую книгу «Общая теория занятости и процента недели». Своим веком начинается проведение постулантов к российской экономической теории о том, что конкурентный процент непрерывно толкает экономик в устойчивом состоянии полной занятости всякий раз, когда она вкраняется в сторону недоиспользования своего капитального запаса. Полная занятость по Кейнсу достижима при наличии эффективного спроса, под которым он понимает ту величину совокупного спроса на произведенный продукт, и которым предприниматели получают максимальную прибыль. Полная занятость, и что определяется точка поведения функций совокупного спроса и совокупного предложения. Именно в этой точке ожидается предпринимательская прибыль будет наибольшим. Величину в этой точке приводить функцию совокупного спроса для пересекации с функцией совокупного предложения называется эффективным спросом. Позднее возникает монетаристская теория функционирования рынка. Монетаризм главным инструментом регулирования экономических процессов признает денежное обращение. В монетаристской модели можно вводить три особенности. Предполагается, что на рынке достаточной мере конкурентность, и что система обеспечивает высокую степень макроэкономической стабильности. В роли закурсов на минимизацию государственных решательств в функционировании экономики деньги рассматриваются как решающий фактор косвенного регулирования всех процессов в экономике. Монетаризм в этом плане реализуется как либеральная ограничительная концепция стабилизационных процессов. И концепция предложения как новое направление после регулирования экономики. Концепция предложения исходит из недостаточности финансовой и денежной политики. Бездействующий спрос не включает механизм целенаправления влияния на предложение. В этой связи ставка делается на меры по снижению сдержек производства, что приводит к понижению инфляционных ожиданий людей и предприятий. Тем самым, реакция преодолевается за счет безработицы, а в счет результаты поведения субъектов рынка ориентирована на снижение сдержек. Типичными мерами по стимулированию предложения являются сокращение отмотноходных налогов, что снижает сдержек производства, обучение дефицитной специальности, создание хорошо работы в службе трудоустройства, воздействие на заработную плату, сдерживает заплату на оплату для оплаты и снижения налогов, создание благоприятной атмосферы для предпринимательства, особенно инновационного. На этом наша лекция закончена. Спасибо за внимание.